так снова здрасте это предпоследнее видео с ответами на вопросы которые были заданы под видео копилка вопросов май 2016 тут остался буквально осталась одна страничка с вопросами может 2 до следующее видео с ответами на вопросы будет последним в этом месяце и в следующем видео я выложу ответы скажем так отвечу на те вопросы которые отложил но потом пометил красным то есть это те вопросы которые достаточно сложная для того чтобы отвечать ответить в ходу и в которые нужно добавить немножко специфическая информация а сейчас едем по списку иван рубин спрашивает вопрос по плентович у имеет ли смысл разнести фазы тренировок разных упражнений на разные дни то есть вашем варианте плентовича тяжелая тренировка идет для всех упражнений одновременно также как средняя легкая имеет ли смысл делать скажем тяжелый жим сидя с тяжелым подъемом на бицепс остальные упражнения в этот день провести в легком режиме и соответственно также для остальных упражнений сдвинуть тяжелые легкие легкие средние дни чтобы не делать 5 6 тяжелых за раз я задался этим вопросом когда прогресс жиме сидя на первой фазе стал приходиться на застой в жиме лежа и наоборот ну скажу одно одна из тренировок приводит к полной выкладки не зря в самой схеме то есть она является самой стрессовой после которой идет восстановительные следующие две тренировки в этом в принципе и заложен весь смысл этой схемы изменить тренировки и сделать их примерно одинаковыми по интенсивности это уже будет не эта схема это уже будет совсем другой принцип то есть возможно набор упражнений останется но принцип работы самой схемы будет уже совсем другим если хочется проверить можно попробовать но это кардинальное изменение схемы которая приведет просто уже к тому что это не плин . и вот павел заволынич отвечает здесь я так и делал мне понравилось но я еще разнес с учетом нагрузки на организм в целом понедельник тяжелые ноги плюс плечи среда легкая грудь пятница средняя спина плюс плечи ну уже сплит сделал за трехдневный по дням указанной группой которым дается тяжелая нагрузка и цикл у меня длятся не более четырех недель кстати александр что думаете по закон интерпретации хотя на плин . это уже не сильно похоже видимо да это уже совсем другая схема которую ты придумал и просто внес нее немножко принципе принципа построения интенсивности нагрузок в течение недели спинтович вот и все вообще судя по голосованию в группе и на форуме следующий веб-семинар который мы будем проводить примерно там с 10 по 20 или середине июня как раз и будет тема основная это украинская школа плинтович и способы их переделки переделки таким образом чтобы сами сами схемы не утратили той тех принципиальных целей до ради которых они были сделаны при этом можно было бы как-то скажем так видоизменить эту схему под свой психотип под свои там базовые стартовые возможности поэтому на веб-семинаре если интересно можно будет записаться на семинар или потом посмотреть его запись и все эти вещи понять опять вася пупкин может это разные люди говоря о тренировках по менсеру ты рекомендовал тренироваться циклами три месяца тренировок по самой системе менсера и затем на протяжении примерно двух месяцев использовать памп для восстановления но как быть силовыми показателями два месяца пампа могут привести к серьезному падению силовых показателей у меня вопрос ты тренируешься ради силы или ради внешнего вида мышц тебе нужно определиться потому что внешний вид мышц это не всегда сила и наоборот поэтому если тебе нужен в итоге внешний вид мышц то временами силовыми показателями придется жертвовать потому что в этом случае силовые показатели это просто средства для достижения целей в деле изменения внешнего вида мышц но никак не самоцель если у тебя самоцель силовые показатели тогда мышцы у тебя должны быть на втором плане то есть тебе нужно определиться сначала для чего на самом деле ты тренируешься так павел завалынич спрашивает здравствуйте александр ранее читал о тренировках в течение всего дня когда целый день с определенной периодичностью выполняется определенный объем работы зависимо от составленных поставленных целей сейчас к сожалению толковой информации не нашел что вы думаете о подобном тренинге для развития массы силы выносливости в отдельности естественно работе с медленными быстрыми волокнами но насчет медленных волокон я уже отвечал в предыдущих видео не вижу смысла вообще в это углубляться да скажем здесь в силовом тренинге особенно что касается пауэрлифтинга и тяжелой атлетики есть очень много примеров когда тренировочный процесс разводится на 2 или на 3 тренировочных части в течение дня с определенными перерывами в виде 3-5 часов между тренировками это есть скажем так если чаще да тренироваться в течение дня то возможно это преследует цель такой тип тренинга как скажем так большее нахождение мышц под нагрузкой но здесь важен один момент под какой конкретно нагрузкой эти мышцы будут долго находиться вот к примеру да мышечная группа на украинской допустим тело находится мышцы тела находятся под нагрузкой конкретно выполняют работу да в украинской школе допустим в первой фазе у нас в одном тренировочном дне 18 подходов каждый из них длится секунд 20 вот мы эти 18 подхода умножаем на 20 секунд получается на сколько 360 секунд 360 секунд это всего-навсего 6 минут то есть вся мышечная работа в течение одной тренировки на первой фазе украинской школы укладывается в 6 минут это приводит к серьезным потерям и нервной системы и физиологически внутриклеточной системы поэтому с какой интенсивностью работать да вот выстраивая периодичные несколько тренировок в течение дня то есть помню я о таксисте когда рассказывал он занимался этими вещами но с очень малюсенькими весами и задача была накормить мышцы очередной раз в течение дня чем активно напихать им прямо еды и второй момент добиться небольшого выброса гормонов дополнительных да при длительном нахождении мышечной клетки под нагрузкой то есть в принципе силовой тренинг который укладывается там в виде подхода в 20-30-40 секунд не вызывает всплеска гормонов во время самой тренировки он вызывает всплеск он скорее вызывает спад даже потому что из-за интенсивности но он вызывает всплеск этих гормонов потом в ответ на спад во время самой тренировки и это в принципе работает не так активно как если бы мы могли брать умеренную нагрузку добиваться ущерб там выработки гормонов да тех же истероидных и нестероидных гормонов которые могут воздействовать на мышечную клетку при этом сама работа мышечная не будет причинять вреда этой мышечной клетке но для этого нужно долго работать несколько минут выполнять одно упражнение вот когда мы работали в медленно с медленными волокнами есть куча данных в интернете о продолжительности нахождения мышечной клетки под нагрузкой и выброса гормонов да в ответ на эту продолжительность и на эту нагрузку так вот я да могу с уверенностью утверждать что как минимум повышенное количество фактора роста мы получали во время самих подходов ну я думаю что это стестерон тоже потому что очень много кто потом после наших экспериментов попробовал работу в медленном темпе по шесть минут и больше причем делали по несколько подходов по пять по шесть подходов в одном упражнении да то есть грубо говоря одно упражнение занимало от десяти до тридцати минут работы если так можно выразить и это приводило еще и на следующий день какому нормальному эффекту то есть есть в этом смысл но очень четко нужно понимать интенсивность и величину нагрузок они должны быть практически мизерными но при этом продолжительность выполнения работы должно быть можно дольше так вася пупкин извини за несколько странный вопрос но как думаешь использовал ли стив ривз какую-либо фармакологию если судить чисто по внешнему виду и достижим ли такой уровень без использования фармакологии не люблю я такие вопросы это не странный вопрос это вопрос без ответа в принципе потому что судить о других людях которых я лично не знаю и в живую даже никогда не видел догадываться такое неблагодарное занятие вообще на самом деле и сами отучаетесь от этой фигни потому что это очень часто приводит чаще всего приводит к самообману я думаю что можно добиться таких результатов и без фармакологии вопрос только в генетике то есть а генетических данных стива ривза можно судить уже по готовым фотографиям по его готовой форме да дядя генетически одаренный но какие возможности у него гормональные пищеварительные и прочее это уже такой вопрос который известен только ему самому и как он добился этого результата известно тоже только ему самому поэтому сидеть гадать на вот это использовал фармакологии не использовал ну вырос дядя хорошо Вася Пупкин первое не чувствую крепатуру ног на сапертренинге менсера вообще хотя результаты силовых растут от тренировки к тренировке это нормально? нормально может быть и такое возможно идет просто накопление того же креатина и креатинфосфата от тренировки к тренировке возможно ты не дорабатываешь да и это не приводит к определенным разрушениям в мышечных структурах возможно еще достаточно потенциала в сухожилиях и в суставах которые в это время как раз у тебя раскрываются и тоже не что не приводит к разрушению мышечной системы самих внутри к повреждениям внутри мышечных клеток то есть причина этого может быть масса попробуй отдохнуть дольше и опять попробуй потренировать ноги и посмотри что получится второе в разгибаниях ног сидя перед жимом ногами или приседаниями дошел уже до 80 кг на 20 раз 80 кг это максимум который позволяет выставить тренажер что делать в таком случае? дальше увеличивать количество повторений будет ли такое предварительное включение эффективным ведь это будет уже какое-то адское закисление ну сам Менсер писал о том что когда он тренировал одного из близнецов да из братьев каких Дэвид и Питер Пол да то вот у кого-то из них там были очень хорошие показатели в тех же разгибаниях так они делали по 70 по 80 повторений то есть если твои ноги в состоянии выполнять эту работу адское закисление это когда кислота тебе мешает уже сократить мышцы то есть в принципе по сути что на 20 если ты на 20 повторении получаешь адское закисление да это определенная концентрация молочной кислоты и если ты выполняешь 80 повторений это говорит только о том что предыдущие 79 повторений ты не создавал такого закисления как раньше было на 20 а на 80 создал просто точно такое же поэтому закисления не будет гораздо больше при 80 повторениях чем при 20 пиковых повторениях то есть ну примерно будет одинаковым просто порог у тебя отодвигаться будет мало того если тренажер не позволяет разгибания ног сидя вполне комфортно можно и безопасно выполнять одной ногой сначала одной ногой потом второй ногой потом идти приседать и лежать ногами если делаешь предутомление то есть вариантов в принципе куча так м1 т9 добрый день александр насколько вы знаете пить во время еды плоховато рекомендуют пить за полчаса через полчаса после еды так почему говорят что первое суп полезно кушать перед вторым почему бабушки все поколения так сказать восхваляют супы но на самом деле если у тебя суп просто водяной и овощной да без добавления мяса и жиров животных то есть без бульона то это достаточно полезная штука для пищеварения будет у тебя перед тем как ты можешь есть если суп особенно будет теплым по сути он тебе добавит жидкости в желудок и в кишечник смочит стенки и первого и второго и подготовит их к приему там пищи да более тяжелый чем сам суп мало того повторюсь суп я говорю о супе не который варился на воде и овощах а не на мясе то есть бульон мы исключаем бульон однозначно это отстой и это будет в принципе только польза мало того те же овощи как собой принесут какое-то количество клетчатки да которая в этом супе у тебя находится и немножко углеводиков там каких-то выварится из них поэтому вреда от него точно не будет если это конкретно просто овощи сваренные в воде если можно так выразить и пить через полчаса после еды смотря после какой то есть за час до еды ну или даже за полчаса до еды пить тоже неэффективно просто потому что вода ну как тебе сказать она может гораздо раньше уйти из желудка и кишечника и последствия ее пребывания вообще тоже уйдут и соответственно скажем так оно опять все высохнет то есть воду пьют для того чтобы смочить стенки пищевода желудка и кишечника для того чтобы там уже было достаточно воды которая уже потребуется для самого процесса пищеварения иначе если мы бросаем туда пищу а у нас там все было сухо то желудок и кишечник соответственно начинают работать медленнее просто потому что им нужно воду для процесса пищеварения натягивать из системы из всего организма на себя для того чтобы нормально начать нормально перерабатывать пищу поэтому водичку пьют перед едой китайцы там даже лимонный сок выдавливают туда и пьют его с водой то есть это тоже в принципе нормально а после через полчаса после еды можно пить воду только если ты ел одни углеводы если ты наелся белков особенно там в виде мяса то я бы и через час наверное воду не пил потому что они еще все в желудке будут у тебя торчать пару часов потом еще в кишечнике часов 8 если не дольше поэтому все относительно а почему восхваляют супы ну люди живут стереотипами 99,9% бабушек и дедушек так никогда не поймут и не захотят понять в чем разница между супом просто сваренным на воде и супом сваренным на мясном бульоне то есть у тебя свои знания ими руководствуйся как бы а бабушке с дедушками оставь их заблуждение и стереотипы ну этого ты уже не переделаешь другое дело что когда человеку как моей бабушке удалили часть желудка из-за гастрита вот там вот пришло у него сознание после операции что супчик оказывается надо варить не на бульончике и все и так вот много лет уже после операции она своих внуков которые приезжают к ней в гости кормит супчиком не из мясного бульона опять Вася Пупкин возник один интересный вопрос может ли прогресс силовых показателях как-то зависит от темперамента и типа личности ведь крайне важное значение в прогрессе силовых имеет нервная система если человек к примеру оптимистический сангвиник твоего нервная система должна реже подвергаться стрессам нежели у пессимистического меланхолика первый обычно всегда весело и счастливо второй зачастую может накручивать себя и беспочвенно страдать таким образом дополнительно выжигая ресурсы своей нервной системы это так относительно и так незакономерно вообще на самом деле что давай посудим в большинстве случаев оптимистические сангвиники это люди с масками которые вот этим показным весельем и общительностью на самом деле просто скрывают свои какие-то внутренние процессы которые их самих очень сильно не радуют и вот это это просто дымовая завеса такая поэтому судить о том что кто-то оптимистический сангвиник он все время счастливый он там йог который упознал мудрости вселенной и теперь на все забил но это ошибка поэтому судить по темпераментам есть ребята задумчивые неразговорчивые жмут и тянут столько что сангвиникам и не снилось и всем остальным оптимистам поэтому любые возможности мышечной и нервной системы в первую очередь тренируются и вот там вот раскрывается их потенциал а исходные данные в виде сангвиников холериков пингвиников и прочих психотипов это очень относительная вещь Дэвид Н4 привет из Татарии Татарии тоже привет интересует такой вопрос на какой фазе украинской школы лучше всего начинать углеводное чередование делать кардио сразу после тренинга или сделать разбив утром тренинг и вечером беговая дорожка смотря какие задачи стоят то есть если есть если ты хочешь высушиться на украинской школе то углеводное чередование я бы уже включал с самой первой фазы а если ты хочешь украинскую школу использовать как старт для потом для сброса жира на следующей схеме то углеводное чередование можно включить уже допустим на четвертой на третьей фазе то есть тут уже вопрос чисто твоего выбора то есть возможно тебе очередование не потребуется если ты просто сбалансируешь питание по жирам белкам углеводам и по калориям и будешь просто бегать да помимо тренировок а когда бегать я уже в предыдущих видео говорил говорю еще раз в день когда нет тренировки пробежка с утра в течение там 50-60 минут в день когда есть тренировка пробежка после самой силовой тренировки сразу тоже где-то 50-60 минут единственное что после силовой тренировки лучше закинуть в себя там грамм 20-30 глюкозы для того чтобы хотя бы мозги покормить и не получить себе кортизол и не остановить себе процессы жиросжигания которые ты должен запустить во время карты Деми Район спрашивает расскажите как правильно делать проходку для определения одного повторного максимума как технически правильно делать или когда ее делать то есть ну как правильно делать это в принципе берется выделяется день допустим да либо в конце силовой схемы для того чтобы замерить ее результативность либо в начале другой схемы перед схемой да для того чтобы получить отправные точки отчета для там расчета процентов тех же да в следующей схеме как я использую выполняю проходку это тот же принцип в принципе как и в обычных подходах силовых ну возможно просто для проходки их потребуется немножко больше берутся приседания жим и тяга стандартные упражнения которые показывают как бы картину силового потенциала который раскрыт на данный момент и выполняется допустим там по 6-10 подходов причем первые там 5 или 9 подходов будут подводящими а последний будет на один повторный максимум выставляться вес то есть единственное что первый подход он может я бы не шагал за 6 повторений даже с первого подхода то есть если ты хочешь пожать допустим 100 килограмм на раз прикидываешь так пожму наверное поэтому планирует на последний подход да то начиная с грифа я бы дальше 6 повторений не шел и вот так вот допустим первая треть подходов по 6 вторая треть подходов по 4-3 повторения потом последняя треть подходов там по 3-2 повторения последний подход уже на одно повторение то есть допустим ты поставил себе прикинул что 100 ты будешь жать на одно повторение ты хоп и легко пожал сделал Сделай второе повторение Отдохни несколько минут И накинь вес для того, чтобы добиться Веса С которым ты сделаешь конкретно только одно повторение И так каждое упражнение Но это просто может занять много времени Там часа полтора Так Егор Воднин спрашивает Ну это вообще в списке последний вопрос Из тех вопросов На которые Я в принципе Решил отвечать без подготовки Предварительно И без уточняющей информации Приветствую Спасибо за последний веб-семинар Как всегда очень информативно Спасибо, что смотрели Там вы рекомендовали человеку типа эндоморф Перед началом занятий сначала скинуть жир А я своих кубиков с детства не видел Хотя уверен, что они существуют Я немного жирный Ну это напоминает про суслика Которого Не видно, а он есть Вот решил начать заниматься по системе Эрингтона Дардена Ну скажу, что Где-то минимум в половине случаев Когда я читаю Фамилии, имена Или названия каких-то методик Они мне мало о чем говорят Но тут дальше есть уточняющая информация Первая фаза направлена на сброс жира На ней он рекомендует принимать 1500 калорий Тренироваться 3 дня в неделю Выполняя 4 базовых упражнения На все группы мышц Присед, пулловер, жим лежа, подъем штанги на бицепс и пресс Очень важное упражнение Подъем штанги на бицепс во время сброса жира В диапазоне от 8 до 12 повторений Меня вообще напрягает 1500 калорий Очень сильно Базовое упражнение на бицепс 8 до 12 повторений Но тренироваться в таком режиме С таким рационом довольно таки непросто Ну ты не ошибаешься Боюсь быстро перегореть Ну тут даже не в перегоре дело Это просто будет глобальный тормоз всех обменных процессов То есть у тебя обмен веществ настолько затормозится Что ты, боишься, сможешь даже, наверное, набирать только воду Да, из-за усиленного глюканового генеза при таких обстоятельствах Александр, имеет ли смысл применять периодизацию Как в Плинтовиче 150-75% Или это работает только для силового тренинга В диапазоне до 6 повторений Спасибо большое 150-75% Эта штука работает много где Но в основном, да В силовых упражнениях до 8 От 4, даже от 2, наверное До 8 повторений В схемах, которые именно придерживаются Этого диапазона повторений Сушиться, сбрасывать жир можно на любой схеме Для того, чтобы сохранить максимально мышечную массу, да, в объемах Сами клетки мы сохраним в любом случае Мышечные клетки потерять почти невозможно Вот, ну, в нормальных условиях В нормальной жизни Если мы хотим сохранить объемы То, естественно, нужно тренироваться В силовом режиме до тех пор, пока это возможно, скажем так До процента 10-12% жира От массы тела Вполне спокойно можно высохнуть Практически на силовом тренинге Если нет сжатых сроков Дело в том, что нужно понимать, что Сброс жира обеспечивается режимом дня Перестроенным сбалансированным питанием И сжиганием жира с помощью кислорода То есть кардионагрузками Именно на бег, велосипед, орбитрек Тот же концепт грибной тренажер То есть силовые тренировки Что в диапазоне, там, районе 6 повторений Что 10 повторений Что 20 повторений Они не сжигают жир Они расходуют креатин АТФ, креатин и глюкозу То есть жир мы сжигаем с помощью кислорода А силовые тренировки Это анаэробный тип тренинга То есть и в любом случае придется бегать Кардио можно встроить в любой тип тренинга Практически За исключением тех типов Где колоссальные нагрузки идут на нижние конечности На ноги, да, допустим На тазобедренные коленные и голеностопные суставы Если схема очень жесткая, силовая Которая располагает Которая, скажем так, предполагает под собой Колоссальнейшую нагрузку Хотя бы на колени То бег, да, там уже как бы Достаточно Экстремальная штука Но Когда люди пытаются сбросить жир Они, как правило, не преследуют Еще таких экстремальных силовых целей Поэтому в любую любительскую Начальном уровне силовую схему Даже в Плинтовича, в украинскую школу Можно строить сброс жира Важно отрегулировать Правильно сбалансированное питание Небольшой дефицит калорий И кардио То есть Я уже говорил Даже в этих видео с ответами на вопросы Что кардио без тренировок В день, когда нет тренировки С утра Часик Когда есть тренировка 50-60 минут после тренировки То есть 1500 калорий Это ужас Потому что Насколько я понимаю Мужчина, который хочет сбросить лишний жир Он по-любому должен весить не меньше 80 кг Ну как по практике А то и 90 И получается Ему в принципе нужно есть Порядка 2400 калорий Допустим Если весит 80 Хочет весить 70 Да? Если у него жира там лишних Брат 20% И Ему нужно есть 2400 А здесь 1500 На основании чего 1500 И получается у нас дефицит калорий 900 Это такой колоссальный зазор вообще Это такой кризис будет сумасшедший для организма Что он Он тебя остановит просто Он остановит все обменные процессы И тебя положит Скажет отдохни Вася Мы не погибать собрались Нам еще жить надо Поэтому Для того чтобы жир Равномерно нормально сбрасывать Безостановочно В течение там 2-3 месяцев Дефицит калорий Делают в диапазоне от минус 200 До минус 500 Минус 500 это потолок Это огромный потолок До 1800, 1900 или 1500 калорий Доходят уже на пике формы Перед чемпионатом Когда уже просто есть ничего не могут Потому что ни соли, ни воды, ничего В нормальных условиях Если нужно там добиться 12% жира Ты кубики свои увидишь В любом случае при таких раскладах При 12% 1500 есть не надо Можно есть гораздо больше Нормально питаться Просто главное подобрать продукты Сбалансировать белки жира и углеводы между собой И тратить, тратить, тратить энергию То есть по сути Каждую тренировку Как кардио Так и силовую Тем более Ты должен расценивать не как Способ проработать бицепс Поэтому ты наверное выбрал эту схему Потому что бицепс здесь есть А как способ потратить Как можно больше энергии За тренировку И Вот такие упражнения Как подъем штанги на бицепс Там работа с голенью Там сидя Во время упражнения Уже когда ты пытаешься сбросить жир Они Низкоэнергоемкие Скажем так И соответственно Ты время на них тратишь Но по сути Калории на них расходуешь ты мизер По сравнению с упражнениями Там на спину На ноги На пресс И отсюда вот Такая вот Штуковина Подбираются упражнения С глобальным воздействием Или с максимально приближенным К глобальному воздействием То есть хотя бы на половину тела Или на крупные массивы Связанные между собой То есть А подъем штанги на бицепс Он тут Ни к силу ни к городу То есть лучше сделать вертикальные тяги В этой схеме уже И тогда уже будет И бицепс у тебя проработан И массив спины Который в разы больше чем бицепсы Соответственно энергии Ты потратишь больше За тот же промежуток времени Поэтому Есть ребята Которые на украинской школе Ну Пришел человек 90 килограмм А для него Вес там допустим 75 килограмм При процентах жира При проценте жира 12 Да Он весит 90 Он на украинской школе За 4 месяца С браться до 80 килограмм С ним нормально чувствует При этом просто бегает Да На украинской школе Он не пытается там Горы свернуть сумасшедшие Он работает Недалеко от отказа в упражнениях Но не доходит Скажем так До отказа Для того чтобы не создавать Критические нагрузки на суставы На те же колени Во время приседаний Потому что во время кардио Во время того же бегать А колени тоже потребуются И нагрузка на них возрастает Из этого Суммарно За неделю За месяц За полгода И люди высыхают нормально В принципе для жизни Они вообще сухари Поэтому Не пытайтесь Объять необъятное И анализируйте Вообще информацию Которую получаете Дело тут не в 150-75% А дело вообще То есть переходят Во время сброса жира Переходят на 8-12 повторений Когда уже Процент жира в теле Допустим при подготовке К чемпионату На 10-12-15 повторений Переходят тогда Когда процент жира Уже в районе 10-ти Ниже 12-ти В любом случае И когда уже Силовые нагрузки Вытаскивать Там даже в районе 6-8 повторений Уже очень тяжело Потому что Суставы уже Обезжиренные Сухожилия Слегка обезвоженные Обезжиренные Ну все Менее эластичное Поэтому постепенно Смещаются к меньшим весам И компенсируют Это большим количеством Повторений Тот же расход энергии Да Это вынужденная Мера Но никак не Основная Для того Что сбрасывать жир Так На этом Я закончу Цикл Ответом На простые вопросы Впереди Еще будет Видео С ответами На вопросы Которые я пометил Красным На этом Мы Майскую копилку Вопросов Закроем Подписывайтесь На канал Регистрируйтесь На форуме Подписывайтесь На рассылку Наших новых Видео Там же На форуме Специальной Формочки Слева Заходите В нашу группу Да Кстати Анонсы О своих Видео Я сейчас Выкладываю Уже в Твиттере Ну и Бросаю В группу Там Фейсбук Так что Спасибо Что вы с нами Приходите К нам Еще Пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова